Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзи легенды. Ну что, у нас закончился турнир и мы забираем свой приз. Так, ну что, сюрикены, дальше идет April O'Neil 50 НК, 90 золотых осколков и 75 платиновых, плюс награда здесь. Ну что, ребята, на часах моих 9 часов 40 минут вечера, сам понимаешь, да? То есть от отката прошло уже более, получается, 5 часов. Соответственно, буст у нас получится такой себе, но тем не менее, все равно будем его делать. Так, ну что, давай посмотрим. Здесь я хочу вот это вот все обменять. Окей, так, а где у нас April O'Neil? Я хочу ее ДНК лишней тоже разобрать. Вот, 1750. Так, в магазине давай-ка мы с тобой эту колоду откроем, посмотрим, что у нас там. Ага, доллары. 5 бакинских нам достается. Ну что, начнем, наверное, с заданий или как? Или посмотрим, что у нас на этой неделе. Ребят, на этой неделе у нас разыгрывается Монда Гека. Особого ничего сказать не могу. Во-первых, я его не прокачивал. Во-вторых, я им очень мало пользуюсь, поэтому у меня никаких хороших сведений даже и нету. Могу сказать только одно, что он бафер. Он дает ускорение и что-то там еще дает. Вот. Пока такого обширного тебе обзора про Монда Гека дать не могу. Так, а на испытаниях у нас день Донни плюс космические странности. И все это у нас есть, поэтому два вот этих вот события можно чисто пропускать. Единственное, что да, жетоны. Ради жетонов только проходить. Ну что, давай сделаем ежедневные задания, пройдите серию испытаний. Давай вот это вот быстренько прошуршим. Так, не Майки возьмем, а, наверное, Ваньку. Ваньку-стиранка. Сейчас побыстренько мы здесь распишем их. Ну и пойдем на арену и посмотрим, куда мы сегодня сможем продвинуться. Так, Майки делает усиление для своей команды. Ну а мы, наверное, бомбанем ракетами. Это раз. Во-вторых, пошла вертушка. И... Откат. Хорошо, сделай тогда вот так вот. И здесь добиваем. Все, ребят, идеально разобрались. Черепашки практически даже ничего не успели сделать. Так, ну что, забираем награду и двигаемся дальше. Так, поднять уровень персонажа, плюс сразиться в боях. А мы будем с тобой, как обычно, искать на нашего Кренга. Так, нам нужно... Ой, дофига чего нужно. Так, семь вот этих вот... Слизиозащитные очки. Раз, два. Так, двое очков уже нашли. Нам нужно семь. Так, три. Ну что такое? Ну давай, давай, ну... Не хотят. Прикинь, не хотят давать. Четыре. Да, здесь тем более не дают, да? Четыре. У меня сейчас уже, наверное, пицца закончится. Пять. Шесть. Ну давай, последний, последний. Пожалуйста, очки мне выдай. И я от тебя отстану. Сегодня. Нет, не хотит. Во, все, ребята, нашел. Ну что, нам нужно будет еще найти... Сколько там получается? Пятнадцать ноутбуков Дони. Ну и будет у нас это все прокачано до шестой ступени. Так, ладно. Забираем здесь остатки роскоши и поднять уровень персонажа. Сколько он с Мутагена? Тринадцать тысяч. Слушай, думаю, что нам хватит, да? На один левел. Ага, не хватает. Все, я понял. Ну что, пойдем. Турнирная арена нас ждет. И ищем с тобой одиннадцать одиннадцать. По возможности нужно именно с этого начинать. Хотя я не уверен, что спустя столько времени они мне сейчас... Так и дадут, да? Неа, смотри-ка. Уже все ребята заняли места у нас, поэтому одиннадцать одиннадцать. Фиг ты из них теперь выбьешь. Только через поединки. Да. Просто не дают, ребят. Смотрите, вообще. Ни в какую. Ну что ж, придется тогда идти на уступки. Другого варианта нет. Ладно, сейчас у нас дело, в принципе, должно пойти быстро. Ты, кстати, заметь, когда бежит Пит, у него вот эта вот шапка на башке прыгает. Так, и... Ну, понятное дело, что здесь все легко и просто. Они там пятнадцатого-четырнадцатого уровня, а у нас бойцы пятьдесят пятого. Так что преимущество, конечно, на нашей стороне. И мы с ними очень быстро покончили. Так, хорошо, что мы перепошли сразу на Войн две звезды. Будем надеяться... Вот, только сейчас дают одиннадцать одиннадцать. Вот. Одиннадцать двенадцать. Вот это уже меня устраивает. Так, давай-ка мы... Эта серия, ребята, будет сниматься в понедельник, да, вечером. Но выкладываться уже, наверное, скорее всего, будет во вторник. Потому что я не успею. Время уже позднее. Так что завтра вы уже тогда посмотрите сегодняшний буст. Так, отлично. Забомбили. Так, ну давай-давай-давай, не томи. Так, перейдем. Да, мы переходим на Войн три звезды. Девяносто седьмая позиция. Давай попробуем. Может быть, вдруг дадут нам двенадцать тринадцать. Или сколько там должны дать? Ну, по-моему, двенадцать тринадцать. Ага, одиннадцать двенадцать. Это максимум, который... Вот, вот, ребята, было двенадцать тринадцать. Но я... Не успел. Я нажал кнопку обновить, потом так уже посмотрел. Да, теперь ты фиг. Вот, все-таки выловил. Все-таки, друзья, выловил. Ну что, двадцать вторая, двадцать третья. Тут, хотел сказать, позиция, уровень бойцов вражеских. Ну, а мы, естественно, будем дальше брать наших пятьдесят пятых уровневых бойцов. Так, ну что, у нас кролики. У них, кстати, у кроликов очень хорошая инициатива. Они всегда начинают первыми. Нифига себе. И они еще при этом всех уложили с одного удара. Это круто. Это очень круто. И мы двигаемся дальше. Так, смотрим. Смотри-ка, мы даже в элиту еще перешли. Ну, как видишь, уже сотое место. То есть, мы вряд ли... Нифига себе, двенадцать четырнадцать даже дают. То есть, мы вряд ли сможем сейчас перепрыгнуть. Скорее всего, в два захода мы перейдем только на следующий ранг. Ну, друзья, я вам говорил, что буст он начинается у нас во сколько? В два часа дня, да? А сейчас девять часов. Почти десять. Вот так вот. Слишком много времени. Но, опять же, я предупреждал, что... Такого мощного буста сегодня не будет. Но все равно проходить надо. Так, давай выпускаем дрон. И этот дрон уничтожает наших противников. Окей. Так, давай двигаться дальше и смотрим, какое место мы займем. Двадцать пятое. Ну, я как говорил, два захода будет. Так, двенадцать четырнадцать до сих пор еще дают. Уровень бойцов, ты, как видишь, тридцать второй. Ну, они уже приближаются. Кстати, через поединок, может быть, уже через другой, у нас уже будет фулл комплект. То есть, по пять бойцов. В данный момент их только четверо. Так, делаем дебаф. Ага. Наверное, все-таки надо Леонарда наказать. Попытаться. Хм. Не упал. Так, может быть, нам ускорить команду или что? Давай просто ударим. Так, бросает бомбочку. Рокзар сто процентов возьмет, ладно, провокацию. Предсказуемо. На тебе. Так, ну-ка, своди нового пистолета. Бумс. Готов. Да, что-то как-то тридцатый уровень, и у меня бойцы пятьдесят пятого, и мы с ними так долго здесь мурыжились. Не знаю, почему так. В принципе, на двадцать пять уровней у нас преимущества должны были их тут просто раскатать. Как танкам. Но нет. Так, шестьдесят вторая позиция. Ну что, смотрим. Тринадцать пятнадцать. То, что нужно для меня, для нашего буста. И, как ты видишь, уже пять бойцов в команде. Пять бойцов в команде. То есть сейчас будем быстрее с тобой продвигаться. Ну и, соответственно, быстрее будем тратить наших бойцов. Так, так, так. Массовые атаки есть? Массовые атаки есть. А кого мы будем в первую очередь бомбить? Наверное, морзильную кошку. Окей. Так, теперь волна. После делаем массовую атаку от Донателла Ролевого. И все. Этого хватило. Этого хватило с головой, чтобы они все упали. Ну что, а мы продолжаем наши бои. И да, мы перечисли с тобой в элиту три звезды. То есть скоро уже будут самураи. Тринадцать шестнадцать. Хорошо, идем. Уже начали, считаю, через каждый бой нам добавлять по одному кубку. Дополнительному. Так, и, соответственно, наши противники тоже растут. Тридцешестой. У них ранг. Тридцешестой. Давай посмотрим. Вызываем наших Бибоба и Рокстеди. Здесь выпускаем космический корабль. Надо же, этого хватило. Хм. Ну что же. Флаг им в руки и барабан на шею, а мы двигаемся дальше. Сейчас опять же будет в два захода. Угу. Девятая позиция. Тринадцать-пятнадцать. А дадите мне, например, четырнадцать-шестнадцать. А, тут тринадцать-шестнадцать идет. Окей. Согласен. И причем дают ранг выше, а персонажи по уровню ниже. Странно как-то получается, да? Обычно, если у тебя ранг выше, соответственно, уровень персонажа должен быть тоже выше. Но здесь рандом и с ним не поспоришь. Так, бросай бомбочку туда. Минус. А, троих сразу убрали. Ну, давай добьем тогда уже. А, да. Вот, кстати, вот этот вот удар в Мундагека довольно неплохой. Это массовая атака. Плюс он может наложить... Сайленс. Или... Не мату, называй как хочешь. Короче, ты не можешь использовать свои суперудары. 51-я позиция, и мы уже в Лиге Самураев. Да-да, Лига Самураев нас ждет. Ну что, ребята. Тринадцать. Я хочу попробовать, может быть, дадут все-таки. Четырнадцать-семнадцать. Есть. Нашел. Нашел я лазеечку. И уровень, кстати, противников уже, как ты видишь, сорок второй. Но я еще по-прежнему, ребята, могу здесь постоять за себя с помощью вот этой команды. Не применяя и не прибегая к более сильным бойцам. Ну что ж, давай попробуем. Я, наверное... Давай вот так вот усилим нашу команду. Можно, конечно, было эти сюрикены бросить. Так-с, теперь вот надо морозильную кошку наказывать обязательно. Ох, что же это такое? Почему не получилось? Так. Теперь гидрант. Замечательно, ребята, просто. Это, кстати, получилось благодаря тому, что как раз вот Ксивер Монтес наложил на них очень хороший дебаф. То есть понижение защиты. И после этого как раз Рафаэль ударил по гидранту. И сам-то видел, какой итог был. Просто разнесли их в пух и прах. Ну, а мы, тем не менее, перешли с тобой на Лигу, собравив две звезды. И это еще не предел. 14-18. Вот это, я понимаю, вот это ускорение. Так, ну что? Берем раз, два, три, четыре, пять. 55-ый против 45-ых, 42-ых. Я думаю, что, в принципе, должны справиться. Если мы успеем, конечно, Эйплил. А быстренько с тобой, как говорится, покарать. Почему именно Эйплил? Чтобы она не хилялась. Такс. Ну, давай, ладно, сделаем массовую атаку. Через майки. Космоса. Так, ребят, надо Эйплил срочно ушатывать. Да ладно, ты серьезно? Воу, мы потеряли, ребят, примуль. Тихо, она же сейчас захиляет. Причем захиляет хорошо. Бросаем холодильник. Так, ну хотя бы двоих уронили, да? Давай, Рокс, иди. Шикарно. Блин, ну, конечно, майки получил, да. Причем очень серьезно получил урона. Такие шуточки нам, как говорится, не нужны. Так, ну что, какая у нас там позиция? 37-я получается. Такс, ищем. 14-18 по-прежнему нам дают. По-прежнему уровень противников 46-го уровня. То есть, выше пока он не поднимается. Ну и ранг нам тоже, к сожалению, не подняли. Так что все по-честному. Так, инициатива у Кареки. Ну, понятное дело, у нее большая цифра. Давай сбросим, наверное, осколочками. Так, дальше белочек узы. Блин, как белки хорошо бомбят. И Эйприл Кунаичи с шоком всех уничтожает остальных. Идеально. Тут ты ничего против не скажешь. Просто ничего. Так, ну что, друзья мои, двигаемся дальше тогда. Переходим, наверное, да. Лига Самурай в 3 звезды. 88-я позиция. Хотелось бы, конечно, хотя бы до Лиги Сегунов в 3 звезды сегодня добраться. Но что-то, мне кажется, не получится. Но мы постараемся. Я ищу просто, может быть, дадут. Но все-таки 14-19. Скорее всего, там будет 15-19. Но не хотят давать. Не хотят. Они уперлись рогом именно вот в эту цифру 14-18. И все. Давай еще разочек. Нет, не хотят. Ладно. Я тоже не буду вас, как говорится, долго томить. Этими, как говорится, роллами, перекрутками. Соглашаемся на их, как говорится, условия. Ну, давай бросим, наверное, с тобой Криозон. Так, отлично. Кстати, Криса Брэдсфорда можно сейчас прям и добить. Дальше. Давай сделаем такой вот удар с разбега. Очень хороший удар. Очень, ребят, хороший удар. Так, теперь массовая. От Рафаэля. Ну, здесь можно Леонардо, в принципе. Давай кувалдой. Или молотом. Так, отлично. Что ты делаешь? Ты хиляешь. Я понял. Ты хиляешь. Доня, наверное, сейчас... Опа. Доб защиту. Я думал, что он все-таки сделает сюрике. Ну, смотри сам. Готов, парень. Так. Кусок экрана. На тебе. Продебафим? Да. Просто, ребята, его смели. С экранов телевизора. Ну, что же, отлично. Давай посмотрим, куда мы с тобой перейдем. Так, 43-я позиция. Отлично. То есть, еще один поединок. И мы уже перейдем в лигу самураев. Получается, 3 звезды. Раз, два, три. Четыре, пять. Блин, а у нас, кстати, у нас очень мало, ребят, персонажей остается. Мы уже 70-ники начали активировать. Ну, понятное дело, что здесь мы их разберем с полтычка. Но вот с Сегунами я что-то не уверен, что у нас все получится. Хорошо, что мы там дойдем далеко. Ага, отлично. Давай посмотрим. Сейчас-то мы перейдем, надеюсь, на Сегуны. Да, перешли. Но вот до трех звездочек, к сожалению. Ну, я имею в виду, Сегун 3 звезды вряд ли получится, потому что уже пошла тяжелая артиллерия у нас. Тяжелая артиллерия. Кубки нам не подсовывают, ребята. Я просто обдумал, может быть, дадут 15-20. Вот я пытаюсь найти, но не дают. Ладно, поехали. Тут уже, в принципе, не имеет значения. Тут вот так вот просто выбираем 70-ники. Ты сам понимаешь, да? Против наших врагов это просто на раз-два. Как по щелчку пальцев, знаешь, в 3-15. Вот так вот, хоп. Дальше. Тыпс. И пощечина. Все, ребят. Ну, дай бог, до двух звездочек хотя бы отойдем. Будет тоже неплохо. Так, с 95-й на 58-ю даже. Я думал, что будет где-то 45-я позиция. Но нет. Немножечко все-таки занижает. Но я понимаю, ребят, занижает это, как бы, должен был... Если бы это было бы на откате, да, по времени, как только обновление у нас проходит, мы бы здесь, конечно, бы рванули бы. А сейчас мы не то, что рванем, мы пробиваемся просто уже через ту команду, как говорится, игроков, которые уже заняли определенные ниши. Вот мы сейчас в данный момент просто через них пробиваемся. И это... Ну, пока легко, конечно, делается. Именно само продвижение. Но медленно. Так, давай, Крэнк. Во! Ты видел? Ты видел, как он бомбит? Угу. Имба. Ну, правда, противник пока еще был слабенький. 50-го уровня. Но все равно приятно, когда с одной плюшкой он вырубает всех. Да что ты будешь делать? Они дают 15-19. И все. И хоть ты тут тресни. Во! 15-20. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Это уже последние, так сказать, персонажи, которые у нас есть. Мы сейчас их отыгрываем. И все. Так, давай, Усаги. Я думаю, тебе одного здесь достаточно, чтобы всех тут положить. Нет. Ванюш, как всегда, отличился. Ну, правильно. Ванька, это же наш советский. Я не знаю, там генерал какой-то. Или кто он там? Командир. Русские, как говорится, не сдаются. Ну что, друзья мои. Сегун, две звезды. 76-я позиция. 15-20. Может быть, дадут все-таки 15-21. Нет, не дает. Ладно, ладно. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, еще этот поединок отыграем. И следующий. Ну и все. Я даже не буду здесь никакое уклонение делать. Антого не стоит. Потому что мы и так все прекрасно знаем, что тут победа будет за нами. Ну что, и остается... Ну что остается? Остается еще один бой. И, наверное, все-таки мы сможем перейти. Если бы мне дали бы сейчас, например, 16-21 или 15-21, было бы вообще имба. О, есть. Раз, два, три. Берем Супер Шредера и беру сюда Леонарда. Возможно, после этого поединка мы все-таки перепрыгнем на следующий ранг. Но это не точно. Это не точно. Ну, давай смотреть. Окей. Я удивлен. Сплинтер. Сплинтер! 58-го уровня. Ну как он, ребят? Ну как вот... Даже физически он мог выжить после вот сотого уровня персонажа. Тем более шипы. Не пойму. Просто не пойму. Нет, ребята, мы не попадаем с вами в Лигу Сегонов. Три звезды, к сожалению. Но... Будем пока довольствоваться этим. Завтра у меня коротенький выходной. Поэтому завтра, я думаю, мы немножечко улучшим наше здесь состояние. Ну что, там надо было нам, по-моему, поднять уровень персонажа. Да, и как раз нам хватает для того, чтобы прокачать до 75-го уровня нашего крэнга. Все, я это сделал. Здесь мы забираем оставшиеся награды. Оставшиеся награды. Так-так-так-так-так. Где у нас крэнг? Вот он. У нас же пиццы больше нет. Почему нет? Пиццы еще есть. Нам нужно подличное количество ноутбуков в Доне. Но нам выпадает пока только один. Второй. И все. И пицца у нас, к сожалению, закончилась. Так, ну что, давай, наверное, не турнирку, а... Попробуем немножечко набить... Жетоны. Будем набивать жетоны. То есть, проходить и... Вплоть до того, что уже набивать, потом фармить жетончики. Так, я возьму, наверное, не вот эту вот, а, наверное, все-таки вот эту. Ага. Да, меня вполне устраивает наш состав. То есть, состав очень даже хороший. Естественно, ребят, я ставлю на автобой, и тут все начинается идти как нужно. Чем дальше мы пройдем, тем, например, уже завтра сможем фармить жетоны. Жетоны нам нужны. Так, ну что, вкратце, вкратце скажу, что растение против зомби-героя я получил высшую лигу. Впервые, ребята, я получил высшую лигу, играя в эту игру. И теперь надо ждать, когда у нас закончится сезон. Если честно, я не знаю, когда он закончится. По идее, он должен заканчиваться с начала нового месяца. То есть, начинается новый месяц, сезон заканчивается. Здесь почему-то уже какое-то второе число или третье. Мы до сих пор в этом сезоне сидим. То есть, он еще не заканчивается. И там даже непонятно, когда он закончится. Придется ждать, ребята. А другого варианта все равно нет у нас. И почти накопил тысячу этих рубинов. То есть, мы можем с тобой купить 11 паков. Но, опять же, если сегодня я успею, потому что я с работы уставший, я тоже отдохнуть надо. Я как бы вот черепашки в штатном режиме прохожу. Да, как есть возможность, сразу проходим. Потому что буст есть буст. Вот. Растение против зомби-героя. Но там уже, как говорится, по времени смотрим. Если есть и время, и желание, то, конечно же, поиграем. Хотя бы ежедневки. Так, ну что, мы двигаемся дальше. Хотелось, конечно, еще сегодня драконов-садники Олуха поиграть. Потому что мне нужно закончить событие, которое мы с тобой не закончили. Да? Что у нас там еще? Ну, я думаю, безумные черепашки-ниндзя у нас будет, скорее всего, серия завтра. На втором канале сегодня я, скорее всего, успею попробовать записать четвертую серию про голодных дьяволов, про ганнибалов, семейку ганнибалов. Ну, как-то вот так вот. Может быть, карамоны. Но не уверен, ребят. Там слишком долго надо играть. И, скорее всего, я просто вырублюсь. Или начну какую-нибудь еле снести уже, как говорится, на сонную голову. Я сейчас-то, в принципе, такой довольно уставший. Как бы неэмоциональный, скажем так. И Хил Климп Рейсинг ХКРК2 тоже у нас, по идее, новый месяц. Там уже должен закончиться сезон. Как ты понимаешь, мне не хватило буквально 10 тысяч кубков, чтобы получить высшую награду. Но, ребят, одно дело, когда ты в отпуске играешь, да? У тебя куча свободного времени. А другое дело, когда ты играешь между своими рабочими сменами на выходные. Которые выходные, в принципе, они не даны на то, чтобы ты отдыхал. Хотя меня это, честно говоря, не напрягает, но все-таки тоже, ребят, постоянно сидеть за компом. Такое себе удовольствие. Так, ну что, тут у нас вообще все на изи. Последняя волна, это у нас... А, это у нас два брата-акробата. Ё-моё. Слушайте, скажите мне, у нас Макман, это что, зомби или кто он такой? Ну, потому что у него такая дыра в животе. Ты видел? Как он вообще может жить? Нет, скорее всего, какой-то зомби. Мертвец, так скажем. Ну, не может. Какой-то персонаж с такой дырой, извини меня. У него даже в некоторых на руке, например, и на ноге кости торчат. То есть, мяса нет. Так, что-то мы играем, играем, а тут еще конца и края нет. Ну что, активируем тогда дальше и начинаем их разбирать. Да, Макман, конечно, со своей вот этой ногой, к которой люк приклеился, он хорошо, конечно, давит противников. Тут не поспоришь. А уровень противников у нас 50-го, да, получается? А мы 100-го. Ну, понятное дело, здесь мы их будем разбирать на изи. Так, и последний. Все. Как вы там сказали, белка Нойт, да? Звать этих белок. Белка Нойт. На. Армагон тоже получил тыч. Этого раздавили. Этого уничтожили. Пумс. Вообще, расписали. Им даже шансы сделать ход не дали. И остается, по-моему, у нас еще 3 эпизода. Да. 6, 7 и 8. Погнали. 4 волны. А на последнем эпизоде, по-моему, 6 волн. Но здесь вроде будет босс. Насколько помню, опять эти два брата. Трак и Гранитор. Они здесь именно так выглядят. Ну, вообще, тут на изи. Просто каждому по удару и все, они отдубляются. Так, тут у нас стрелозаны с этими... Я даже не знаю, кто это такие. Паукообразные роботы какие-то. Можно так их назвать, наверное. Так, и последняя волна. Нет, здесь босса нету. Здесь у нас... Так, Лео выдержал удар. Ну, с этим понятно. Эх, надо было Майки-то. Сломал, сломался у него. Да, это все. Я помню. Че, он даже... Он даже урона Ваньке не нанес. Прокинь. Он в Ваньку врезался. И... Ваньке хоть бы что. Отлично. Значит, получается, у нас два этих босса будут на последних двух уровнях. То есть, на шестом и на седьмом эпизоде. Получается так, да? Да нет. Тут их, по-моему, тоже нету. Ну, и флаг им в руки. Нам-то только лучше будет. Так, уровень-то у противников уже... Какой там? Семидесятый. То есть, уже так быстро разбирать их не получится. Так, замедление получил Бакстер. Так, минус мини-крэнги. А здесь у нас такие, типа, паучьи турели, или как их назвать, даже не знаю. Опять же, в которых сидят крэнги мелкие. Он еще и контратак увешает на себя. Ох ты, смотри, какой. Пробафался, типа, да? Переходим на третью волну. И тут нас поджидают стрелозады. И все эти вот, ребята, мутанты, да, роботы и дроны управляются именно мелкими вот этими вот крэнгами. Которые сидят в них. Так, здесь все космические черепашки, как я погляжу, у нас. И плюс Армагон. Нифига себе, ты видел? Макман взял просто с разбега и уничтожил Армагона. Своим бронебойным этим ударом. Тыдыч. Да, даже Армагон не смог уничтожить своим волном, как это сделал Макман, конечно. Так, упал. Упал. Да, да, да. Вот они все-таки, эти босики здесь есть. Вот они придут сейчас. Довольные. Я так понимаю, гранитур это вот этот вот, розовенький, да? А трек это вот черный. То есть лавовый голем получается. Так, тройной укус делает Армагоша. Так, минус трек. Ну и гранитур у тут тоже недолго осталось. Все, ребят. Быстро, шикарно. Разнесли мы их. Ну что же. Переходим на последний, заключительный эпизод. Восьмой. Восемьдесят пятый уровень у нас противника. Ну, здесь восьмидесятый, а боссы будут восьмидесятого. Наверное, я все-таки здесь сам поиграю. Своими ручками, да? Ах ты жук. Он мне повесил дебаф, ребят. На понижение защиты. Так, меня такой расклад не устраивает. Двигаемся дальше. У нас в этой команде есть хил. Это Леонардо. Так, белки. Ну, белки, в принципе, они на изи разбираться должны. Зачем я этот удар потратил? Ой, рейч. Так, этот упал. А, он провокацию на себя взял. Хорошо. Ну-ка, пробьешь. Махман, красавчик. Ты видел? Этот удар, конечно, вообще великолепен. Так, вторая волна побеждена. Переходим к третьей волне и смотрим. Ага. Ну, с этими, наверное, вот так быстренько поступить надо. А то они сейчас тут начнут стрелять. Пробафоваться начнут. Мы их так, по-былинкам, по Шурику, так сказать, уничтожили. Так, давай Кармагуш, наверное, накажем. Упс. Так, теперь Дони. Ну, конечно, Дони у нас не из слабеньких. О-о-о-о, Рафаэль, успокойся. Блин, по Леонардо все-таки задел. Все. Ну, и наши братья-акробаты. Один лом, другой лопата, выходят на сцену. Поприветствовали. Все, хорош. Встали они здесь. Начнем с волна. Начнем с волна. Посмотрим, сколько... Ох, еще. Ничего, ничего. Гранитуру-то досталось. Е-мое, он практически, ребят, сразу отдуплился. Так, лавовый трек. Понятно. И не попал, главное. Все, по-моему, сейчас мукушка ревет. Хрум-хрум-хрум. И готов. Все. Вот тебе и событие. Которое мы прошли на одном дыхании. С такой... Легкой ухмылкой на лице. Я бы так сказал. Вообще никакого сопротивления. Так, у нас еще 23. Ладно, давай попробуем что-нибудь вылудить. Так, Донателло Космос. И Микеланджело Космос. Ну, я на самом деле рассчитывал на 50 жетонов, но... Что ж, что дали, то дали. Так, друзья. Ну что, на сегодня все. Будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok